За трусов Денис, разумеется, сделал то же, что и все. Но если у большинства ребят были трусы-боксеры, у кого серые, у кого чёрные, у кого разноцветные, то у Дениса были короткие трусы-плавки бежевого цвета, которые сливались с кожей. А свисающее пузо закрывало то, что ниже пояса. То есть вполне можно было подумать, что человек как бы голый. И вот у нас проходит телесный осмотр, очередь доходит до Дениса, и наш командир взвода у него спрашивает, «Курсант Денис, ты чё, ебанутый?» Денис, как и в принципе мы все, в этот раз вообще не понял, что он опять натворил. И спрашивает, эээ, почему? Командир взвода ему отвечает, «Ты нахрена полностью разделся? Ты чё, совсем что ли умалишённый?» И тут внимание, Денис руками поднимает свою пузо и говорит, «Так в смысле, товарищ, или давай, вот мои трусы?» Командир взвода тут же начал ржать и говорит ему, «Щу ты, господи, ты бы ещё стринги кожаные надел бежевого цвета?» Также в первый день нам позволили самостоятельно распределиться по койкам. И вышло у нас это следующим образом. Большинство пацанов из класса заняли правую сторону кубрика, а я, мой друг Слэш, другой наш общий кореш и Денис заняли левую сторону. Денис лёг на нижнюю койку у окна, Слэш лёг на второй ярус на...